Спонсор выпуска магазин всемайки.ру На настройках около средних и с фреймрейтом в 35-40 кадров минимум Ну и естественно доты с Counter-Strike на этом железе будут идти там на ультрах с фреймрейтом больше сотни Как я уже сказал попробуем собрать минимально необходимое железо Посмотрим на чем можно сэкономить, на чем нельзя и в какую сумму все это в итоге выйдет И прежде чем начнем пару слов о спонсоре Спонсора выпуска магазин всемайки.ру Я в их толстовке со скином Азимов Как по мне такой вариант гораздо лучше и практичнее чем просто текстурка на оружие в Counter-Strike Поэтому если вам нравится такой дизайн, загляните в описание, там будет ссылка на точно такую же толстовку И купон на 10% скидку вообще на любые вещи в магазине всемайки.ру В магазине сотни тысяч разных вариантов дизайнов одежды И если вдруг вам из представленного ничего не подойдет или не понравится Вы можете создать свой собственный уникальный дизайн Все это делается за пару минут прямо на сайте Или через приложение для iOS или Android девайса Ссылки на которые есть в описании В общем переходите, смотрите, скачивайте Покупайте такую толстовку, если вам нравится И переходим к нашим виртуальным сборкам Да, я буду в наушниках, чтобы выглядеть как супер профессиональный стример Чтобы уж на одном скине не останавливаться На самом деле, конечно, нет Наушники нужны мне для того, чтобы слышать микрофон Точнее, что он работает, что нет никаких помех В общем, для пущего комфорта Итак, собирать я буду в DNS Много раз объяснял почему Просто потому, что там огромнейший ассортимент Ничего меня с DNS не связывает пока что Может, при будущем что-то изменится Если изменится, я, наверное, сообщу Но по факту, если вы знаете, где эти запчасти можно купить дешевле Берите там, где дешевле Первый вариант сборки будет у нас на процессоре Intel Core i3 предыдущего поколения То есть на Haswell Кто бы сомневался, если мы собираем супербюджетные Ну, не супербюджетные, наверное, максимально бюджетные игровые машины Наверное, глупо было бы ожидать здесь увидеть i7 какой-нибудь Я во многих тестах уже постарался показать, что i3 это довольно игровой камень Учитывая его цену Но у меня были тесты на Skylake Это более новое поколение, стоит чуть дороже От Haswell Skylake отличается не сильно Поэтому на i3 предыдущего поколения поиграть все еще можно Ну и потом ничего вам не мешает в будущем обновиться Также с i3 на i7 Это, кстати, огромный плюс интеловских платформ В отличие от AMD Ну, давайте обо всем по порядку Вот они, интеловские процессоры предыдущего поколения Здесь сортировка по цене, по возрастанию стоит Celeron и Pentium сразу же пропускаем И скоро я, наверное, сделаю отдельное видео, почему хотелось бы Чтобы Pentium и нормально тянули игры Но, да, не все так гладко И вот они, i3 Минимально, что нам нужно для игр, это i3 Бушный рынок я не рассматриваю То есть можно найти за эти же деньги очень интересные камни Второго, третьего поколения Но тоже давайте вот сосредоточимся пока на новом железе Потому что на БУ рынке цену предсказать невозможно Сегодня вы можете найти за эту цену интересный комплект Завтра уже нет В одном городе можно, в другом вообще таких шансов вам никогда не предоставится Итак, i3 Двухъядерные, четырехпоточные процессоры Что мы имеем тут по цене и по частоте Боксовый вариант я не рассматриваю Боксовый вариант отличается от OEM-ного тем, что OEM это просто процессор Вот так он будет в коробочке лежать, в очень маленькой плоской коробочке Просто сам процессор и все В боксовой версии еще идет очень стрёмный кулер в комплекте Не вижу смысла за него переплачивать Лучше взять тогда уж нормальный Ничего не имею против боксовых кулеров Но так как уж боксовая версия все равно стоит дороже, чем OEM-ная Почему бы за эти же деньги, но может быть с разницей еще плюс 300 рублей Не взять что-то более продвинутое, но в плане комфорта даже Потому что боксовые кулеры это просто кусок алюминия и довольно шумный вентилятор Я предпочитаю все-таки что-то с медными тепловыми трубками и довольно бесшумное Ладно, давайте сначала о процессорах Смотрим разброс по частотам 3.5, 3.6, 3.4, 3.7 Причем разброс по цене между 3.5 и 3.7 ГГц Порядка 200 рублей Ай-3 не разгоняются Скайлейки у нас по шине гнались там мегагерц на 100, если я не ошибаюсь Да и в общем не для того мы берем систему Опять-таки чем сильнее мы стараемся сэкономить Тем больших фишек мы лишаемся, что очевидно То есть в минимальный бюджет невозможно воткнуть и Ай-7 И хорошую материнку, и разгон, и водяное охлаждение То есть либо мы берем все вот это вместе, но это стоит дорого Либо мы лишаемся разгона, берем простой процессор Экономим деньги и тем не менее играем Вот сегодняшняя сборка об этом Как видите, я уже положил в корзину Ай-3 41.70, два ядра, четыре потока, частота 3.7 Давайте посмотрим откуда Ай-5 у нас начинаются Они начинаются от 16.5 тысяч рублей В корзине у нас лежит процессор меньше чем за 11 тысяч Соответственно материнская плата Естественно в этой сборке не будет Z чипсета Тут даже и думать не нужно Будет что-то на Edge чипсете И такие материнки стоят около 3.5 тысяч рублей Ну вот разброс от 3300 до 3800 В принципе они ничем фактически не отличаются Тут все зависит по большому счету от ваших предпочтений Вот что-то цветное Asus'овское Но я так предварительно уже, я по-моему бросил даже в корзину Сейчас я ее найду Да, в корзину я бросил вариант от MSI Потому что он подешевле 3300 рублей И есть еще вариант от Gigabyte 3600 Собственно разница только в том, что Gigabyte нейтральнее получается Такой темно-коричневый-черный цвет А MSI при этом, ну вот какие-то синие элементы ярко выражены То есть вот слот для видеокарты, VGA разъем Конечно не принципиально Но с учетом того, что еще будет кулер, не пойми какого цвета Оперативная память и все это как новогодняя гирлянда Но смотрите, зато вот тут можно 300 рублей сэкономить Насколько для вас это принципиально Просто вам показываю все варианты, которые мне приглянулись Я бы наверное взял более нейтральную штуку Но ладно, давайте пойдем по максимально экономичному пути Итак, MSI-ная материнская плата на H81 чипсете Есть только вид сверху и нету фотки боковых разъемов Но здесь будет вот так даже сверху видно парочка USB 3.0 разъемов Парочка USB 2.0 Естественно никакой поддержки SLI или Crossfire Только один слот под видеокарту Один слот под карту расширения Какую-нибудь карту захвата или там беспроводный Wi-Fi модуль И раз, два, три, четыре Четыре, да, я вижу SATA разъема То есть для SSD-шников и для жестких дисков В общем-то, понятно, никакого разгона Никаких радиаторов на цепях питания, но для этих процессоров в этом необходимости никакой и нет Ну и понятно, без разгона, потому что нельзя этот чипсет, потому что экономим Ладно, идем дальше Она у нас в корзине Охлаждение В общем-то, боксовый кулер будет выглядеть примерно вот так же Просто алюминиевый брусок и вентилятор сверху Можно взять охлаждение такого же вида от сторонних производителей Оно, скорее всего, будет тише и эффективнее Просто за счет более навороченного вентилятора самого Радиатор такой же простой остается Но я присмотрел вариант от Deepcool С медными тепловыми трубками Точнее, их несколько вариантов Есть Iceblade 100 В общем-то, довольно универсальная, довольно тихая штука И на 200 рублей дороже я решил все-таки бросить в корзину вариант с запасом На тот случай, если вы через несколько лет будете апгрейдиться И возьмете вместо i3, какой-нибудь i5 или все-таки i7 У этого кулера две медные тепловые трубки Плюс довольно большой алюминиевый радиатор И 80-миллиметровый вентилятор с 4-пиновым контактом для подключения То есть вы сможете регулировать его скорость вращения через Windows или напрямую через BIOS Это уж как вам удобно И добиться полнейшей тишины даже при нагрузке Это очень полезная штука Ну, в смысле, 4-контактный разъем Ну и сам кулер выглядит довольно многообещающе Две медные тепловые трубки должно быть достаточно даже для охлаждения i7 Без разгона, конечно, но даже в разгоне там TDP около 100 Вт, даже меньше Ice Blade 100, напомню, вот этот вот малыш с одной тепловой трубкой Справлялся с FX в разгоне, у которого TDP около 150 или 170 Вт Был на канале тест, наверное, оставлю ссылку Поэтому в двух медных тепловых трубках я более чем уверен Но скоро я этим кулером обзаведусь Он мне нужен для нескольких проектов И посмотрим, как он себя проявит в деле Но, как я уже сказал, выглядит многообещающе 1300 рублей добавил в корзину Идем дальше Оперативная память Но с оперативкой все просто В данном случае у нас DDR3 И нам нужно 8 ГБ И самое дешевое, что я нашел Не считая ноунеймов, которые с 50% или даже 70% вероятностью не будут работать Это Crucial Вот просто очень простой такой модуль за 4400 рублей Без радиаторов Ну а, собственно, что еще от оперативной памяти-то и требуется Есть кингстоновские варианты чуть дороже, но с радиаторами Поэтому, ну вот, 4800 вы можете взять что-нибудь такое 4900 красивенькое и навороченное Или 4400, собственно, просто рабочий вариант Без украшательств, но работает Я его в корзину и добавил Жесткий диск Ну, с жесткими все просто Я смотрел от разных производителей Они стоят, ну, просто идентично одинаковых денег Вплоть до копейки Самый оптимальный вариант у нас на терабайт Потому что, вот, как видите, на терабайт, например, диск стоит 4800 рублей А на 500 гигабайт 4300 Разница в 500 рублей, разница в объеме в два раза Поэтому меньше, чем терабайт я покупать смысла не вижу Ну и дальше смотрите, какой бренд вам больше нравится Seagate, Toshiba, WD, Hitachi Я за WD И я уже тоже бросил предварительно в корзину Синий WD На терабайт 7200 оборотов 64 мегабайта кэш-память Да, вот он Конечно, за эти деньги можно взять и SSD-шник на 128 гигабайт Но игр туда влезет значительно меньше Одновременно и SSD-шник, и жесткий диск Для супер-бюджетной сборки Это, наверное, уже роскошь Поэтому, если у вас есть возможность добавить SSD-шник, круто Если нет, то, ну, наверное, жесткий диск на терабайт Самое оптимальное решение Дальше, корпус Я пока видеокарту намеренно упускаю О видеокартах мы поговорим в самом конце этой сборки Потому что, ну, уж, больно много вариантов там С корпусом, например, все гораздо проще Если у вас есть корпус, который вы можете использовать От своего текущего компьютера, используйте Если нет, и вам придется покупать Но тут все зависит от вашего кошелька и вкуса Я добавил в корзину самый дешевый 1900 рублей Просто черная коробка, даже, по-моему, с окошком на боку Если я не ошибаюсь, там даже идет в комплекте встроенный блок питания Но прошу вас, выкиньте его, вот как только получите корпус в руки И не связывайтесь с блоками питания, встроенные в корпус за 1200 рублей Просто не связывайтесь Это элементарно небезопасно Блок питания я советую покупать отдельно Что-нибудь нормальное, что-нибудь стоящее На мой взгляд, тут два варианта Это или AeroCool KCAS на 400 или на 500 Вт 400 нам в этой сборке хватит за глаза и за уши Но, смотрите, можно чуть-чуть запасом на 500 взять Либо мои любимые корсары Естественно, CX также на 500 Вт Блок питания это такая железка, на которой ни в коем случае экономить нельзя Все-таки от качества блока питания зависит жизнь всех остальных компонентов Поэтому блок питания должен быть надежный Ну и вот я уже добавил в корзину CX500 Я себе покупал пару лет назад CX600M До сих пор стоит и трудится, никаких нареканий Но буква M обозначает, что ненужные провода от блока питания можно отстегнуть Чтобы они не занимали место в корпусе Но это удовольствие стоит дополнительных денег Так как мы стараемся все-таки сэкономить где можно Вот в плане блоков питания я думаю, что от модульности в данном случае можно отказаться Она никак на производительность не влияет Это чистый комфорт, чистая эстетика Поэтому CX500, да, ничего не отстегивается Но сам по себе блок отличный Тихий, работает без каких-либо нареканий 4900 рублей, ну или если уж максимум на что бы я пошел Это Aerocool KCAS Но ниже нет, пожалуй нет Ну и давайте заглянем в корзину Посмотрим, что у нас получилось на данный момент, какую сумму мы увидим Так, уменьшим масштаб 31539 рублей и это без видеокарты Давайте еще раз пробежимся глазами и посмотрим, на чем тут можно теоретически сэкономить Материнку, ну дешевле уже некуда Процессор, если мы говорим об интеловских Ну, либо бушке второго-третьего поколения Либо Pentium Но на Pentium, к сожалению, нормально не поиграешь Это я покажу в отдельном тесте Да, кулер можно взять либо боксовый, либо аналогичный боксовому Рублей за 500 То есть, ну да, 500 рублей на кулере можно сэкономить Но я решил взять его про запас С прицелом на будущий апгрейд Ну и в целом на больший уровень комфорта Это все-таки не что-то запредельное Не Noctua за 6000 Вполне добротный кулер за 1400 Оперативка Самый дешевый вариант из всех, которые были в магазине Поэтому тут тоже экономить негде Жесткий диск, ну, максимум 500 рублей за диск меньшего объема Блок питания, да, на блоке, может быть, 1000 можно было сэкономить Ну, корпус тоже самый дешевый, который я нашел В итоге, ну, как видите, ужиматься просто некуда Ну, 1500 можно срезать за счет чуть более дешевого блока питания И чуть более дешевого кулера Ну и, пожалуй, все Самая большая экономия, которая здесь может быть Это если у вас уже есть жесткий диск Который вы можете использовать от старого своего компьютера И, соответственно, старый корпус Это нам даст очень заметную экономию Почти в 8000 рублей Но если собирать компьютер с нуля Или так получилось, что нету старых запчастей Которые можно было бы использовать Или они настолько старые, что это еще IDE-шный какой-нибудь жесткий диск То, ну, не вижу особых возможностей Тут как-то еще сэкономить Ну, 1500 в данном случае Так себе экономия С учетом того, что нам нужно еще выбрать видеокарту И вот тут начинается, наверное, самое интересное Лично я здесь вижу всего два варианта Они оба от NVIDIA Хотя на экране сейчас сплошные Radeon А нет, тоже NVIDIA есть Какие-то офисные Но сейчас я фильтрацию включу Почему именно NVIDIA-ски? Мы целимся в супербюджетный сегмент И теоретически за меньшие деньги AMD-шные видеокарты могут предоставить Либо больший объем Либо какие-то другие характеристики Которые на бумаге выше Ширина шины, например, на AMD-шной карте Может быть больше Но проблема кроется в оптимизированности В драйверах И просто в том, что AMD-шные видеокарты Это довольно старые карты И более простая по цифрам И на бумаге NVIDIA-вская карта Просто за счет оптимизированности И более новых технологий Вам даст более высокий Или более стабильный фреймрейт в играх Как-то я тестировал 750 GTX Даже не TI Просто 750 против Radeon R7 270 Который на бумаге обладает и большим объемом памяти И шина у него кажется шире И еще какие-то параметры лучше Но на деле 750 выдавало лучший результат Просто за счет более новых технологий И лучшей оптимизированности В среднем ценовом сегменте у AMD Есть несколько интересных решений Но вот бюджет и топовые карты Тут без вариантов NVIDIA И я решил остановиться на двух вариантах Это GTX 750 Ti и GTX 950 Причем рассматриваем варианты С двумя гигабайтами видеопамяти В случае с 950 вариантов немного Она только в 2-гиговом исполнении продается А 750 Ti есть как в гиговом Так и в 2-гиговом Но вот я поставил фильтр Чтобы только 2-гиговые варианты нам показали И что мы имеем GTX 750 Ti стоит самый дешевый вариант Около 11 тысяч рублей GTX 950 самый дешевый вариант Я нашел за 13300 Но в основном он около 14 То есть разница между видеокартами 2-3 тысячи рублей Разница в производительности 750 Ti позволит вам поиграть В современные игры на средних Средне-низких настройках 950 на средних-средне-высоких Ну, в Dota и в Counter-Strike Понятно, на обеих картах Можно на ультрах поиграть В более тяжелых играх 950-я себя покажет чуть лучше Но при этом она и стоит чуть дороже Лично я бы купил 950-ю Даже если бы ради нее пришлось пожертвовать корпусом Ну, то есть Сэкономить те самые 2-3 тысячи на корпусе Но и пусть какое-то время Компьютер бы просто работал на столе В виде открытого стенда Собственно, был у меня такой период В реальной жизни ничего страшного Ну, в общем, я бы предпочел 950-ю Но если бюджет совсем уж подпирает И корпуса и так нету И жесткий диск вы старый используете И на видеокарту всего там 10-11 тысяч То GTX 750 Ti Все, что ниже Одногиговые варианты 740-ые, там 730-ые Или что у AMD есть 250-ые, 260-ые Все это очень сомнительные варианты Это низкие настройки на Full HD А то и с пониженным разрешением И фреймрейт в районе там 30-40 кадров при этом Ну что ж, давайте я, пожалуй, добавлю в корзину Все-таки самый дешевый вариант 950-ые И посмотрим, что у нас получается Как видите, получается сумма в 44 829 рублей Почти в 45 тысяч И я реально не вижу, на чем здесь Можно было бы еще сильнее сэкономить Ну, да, видеокарту 750 Ti И тогда бы у нас получилось 40 с небольшим тысяч Ну, хорошо, ну, в 40 можно ужаться Как я уже говорил Более дешевый корпус Более простой кулер 40 Куда уж дешевле Если брать новую систему И именно на Интеле Я не знаю Ну, да, можно найти Какие-то комплектующие В других магазинах Дешевле 38 тысяч Может быть Вы сможете Все это в 38 Вместить Это будет, наверное, здорово Но все равно Как ни крути Сумма получается Около 40 тысяч рублей Но есть один небольшой Альтернативный вариантик На AMD Сейчас я вам его покажу Правда, чтобы его вам показать Пришлось провести Некоторые манипуляции С размером веб-камеры И вообще окон Но тем не менее Сейчас я удалю Из интеловской сборки Видеокарту Чтобы она не так Смущала нас в цене Ну и как видите Вот слева Intel Справа AMD Обе сборки без видеокарт В плане видеокарты Их вариантов Я, как мог Подробнее объяснил Но сейчас Приплюсуем и туда, и туда Но давайте сначала По остальному железу Как видите Кулер Оперативная память Жесткий диск Корпус и блок питания Все это идентично Отличается только Материнская плата И процессор В данном случае Это Athlon 860K По производительности Он где-то между Pentium и i3 По цене Ближе к Pentium Что, в общем-то Играет ему на руку Минус AMD Это отсутствие возможности Апгрейда То есть, если с Intel Вы можете просто купить i5 или i7 И поставить его В эту же материнскую плату То В случае с AMD Ну, на этот сокет Вышел 870K По-моему Который там На пару сотен Мегагерц Быстрее Ну, собственно И все Никаких новых архитектур Или кардинально Новых процессоров На этих материнских платах Уже не будет Поэтому Ну Единственный способ Апгрейдиться С этой сборки Это купить целиком Новую систему Ну, или как минимум Новую материнку И новый процессор 8000Fx я не рассматриваю Потому что Сам 8000Fx Стоит от 10 тысяч рублей Плюс материнская плата Под него Выйдет Где-то в 6-7 тысяч рублей И в итоге Сборка с С FX-ом Будет дороже Сборки с i3 Но при этом Примерно такая же По производительности Гораздо горячее И также Без возможности Апгрейда Поэтому Если мы говорим О самых бюджетных И самых оптимальных Игровых вариантов То, наверное Вот их Всего два Разница между этими Двумя вариантами Как видите Порядка 4000 рублей И цена Получается 31,5 За интеловский комплект Против 27400 За AMD Не считая Стоимостью видеокарт Потому что Ну, видеокарту Вы сами выбираете На свой вкус И усмотрение Предположим Что мы В обоих случаях Возьмем 950 Давайте ее добавим И итоговая стоимость С видеокартами Получилась 44800 рублей За интеловский комплект И 40600 За AMD И как я уже сказал Не вижу Особых вариантов Где здесь еще Можно сэкономить Если мы говорим О покупке Именно нового железа Для игр В Full HD Разрешение На средних Настройках С приемлемым Фреймрейтом То есть Ну, выше 40 Если говорить О требовательных Тайтлах И, ну Там Доты Counter-Strike Понятно Чтобы 60 И больше было Да, какие-то комплектующие Наверное Можно найти В других магазинах Чуть дешевле Но В общем и целом На сегодняшний день Цена за более-менее Игровую сборку Будет в районе 40 тысяч рублей Если у вас есть идеи Где здесь еще Сэкономить Пишите их Комментарии Мне будет любопытно Почитать Посмотреть ваши Варианты сборок Но напомню Мы говорим только О новом железе Бушный рынок И не рассматривая Вот Ну, я на этом буду Заканчивать И буду внимательно Следить за Вашими отзывами К теме подбора железа Мы еще не раз вернемся Поэтому Ваше мнение Здесь очень важно На этом прощаюсь Спасибо за внимание Подписывайтесь на канал Рассказывайте друзьям Если вам здесь нравится Заглядывайте в описании Там есть ссылка На толстовку Как у меня С Азимовским скином Также ссылка На нашу группу Вконтакте На инстаграм Где спойлеры Раньше всего появляются Тоже туда загляните Подпишитесь Если понравится И увидимся с вами В новых выпусках Пока